Приветствую вас и дело в том, что ваше письмо, в котором вы описываете свое состояние, в котором вы описываете ваше решение, свои чувства, является следствием. Следствием основного события, которое принесло вам все изменения, что с вами случилось. Эти происшествия являются те события, которые с вами произошли, которые вы не раскрываете. И у вас к этим событиям сложились определенные отношения. Вы относитесь к ним, как к чему-то негативному, как к чему-то дискредитирующему вас, к чему-то принижающему вас и так далее. И в результате вы имеете сильный стресс, вы имеете сильную панику, неуверенность в себе и прочее. Вот, чтобы убрать эти состояния, чтобы убрать эти негативные симптомы, нужно в обязательном порядке разобрать ваши события, которые на вас повлияли определенным негативным образом. И, понятно, еще то, что у вас тревожность. Вы испытываете тревожное чувство. Вот все симптомы – это тревожное чувство. И в вашем случае тревожность связана с тем, что какие-то события случились с вами, они вас изменили, а вы стремитесь осознанно или неосознанно остаться приятными. И бежите от собственного опыта, который вам принесли эти события. Как только вы перестатите бежать от опыта, посмотрите на эти события, примите тот опыт, который вам они принесли, изменитесь должным образом. Тревога уйдет. И останется только лишь принятие ситуации и, возможно, некое волнение, взволнованность ею. Но не более того. Вы не желаете принимать произошедшие события, вы продолжаете с ними бороться. Ваше сознание, а может быть и подсознание, защищается от них, потому что они вам неприятны. Но они уже ослушались. И все, что вы можете теперь, это их принять. И будет лучше, если вы это сделаете самостоятельно или специалистом, не очень эдуально, если вы их примите, эти события, пропустите через себя. Вы работаете к ним адекватное, объективное отношение. То есть отношение не то, которое зависит от, скажем, ваших предпочтений, ваших желаний, а объективное. То есть объективное отношение к тому, что произошло. Оно характеризуется чем? Обязательными плюсами, обязательным позитивом из этих событий. Вам же они, наверное, видятся как исключительно что-то негативное, плохое и так далее. И вот отсутствие позитива, на ваш взгляд, из-за эмоциональной окраски реакции на эти события, вы и не желаете их предпринять. Вам кажется, что они исключительно плохие. И вы стараетесь от них гибать, вы стараетесь от них дистанцироваться. Но на самом деле, никуда вы от них не денетесь, пока не посмотрите на них храбро, открыто и самоотверженно. И именно так вам требуется, именно так вы начнете разбираться в себе. Потому что, приняв опыт, приняв вот то, что с вами случилось, вы, по сути, посмотрите правду в глаза, по сути, перетяните бежать, а встретитесь с лицом, с лицом, с проблемой. И это станет началом ее решения. А дальше и дальше вам уже будет проще, потому что сначала будет повозь. Соответственно, если вы не чувствуете, что можете сделать это самостоятельно, то выберите эксперты, которые вам понравятся на сайте, проработайте проблемы с ним. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравилось, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно будущего. Удачи! Удачи! Удачи!